Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы общаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня будем говорить о благоустройстве нашего родного города, о тех субботниках, которые в городе начались. Вместе с нами начальник управления по работе с населением на территории Александр Кулаев. Александр Борисович, добрый вечер! Добрый вечер, добрый вечер! Итак, действительно, у нас прошли первые субботники в эту субботу, но первые, что называется, не последние, насколько я понимаю. Субботники должны идти как минимум еще всю неделю. Ну, я с вами только могу это подтвердить, с вами согласиться. Вся работа основная впереди. Сошел снег, весна, все мы ждем лето, хотим встретить наш город в чистоте и, конечно, должны приложить для этого определенные усилия. Поэтому главой администрации подписано распоряжение о проведении весеннего месячника благоустройства. В эту работу включилась и администрация, и депутаты Рязанской городской думы, и предприятия, расположенные на территории города Рязани. И мы просим населения также включаться в эту работу, и все, кто желает, должны, наверное, все-таки исполнить вот такую и традицию давнюю, и, наверное, это общее правило совместного проживания, о том, что мы должны жить в чистоте, должны навести вокруг себя порядок. Тем более, в период праздника, который скоро будет, это Пасха, должно быть чисто и в квартире, и за квартирой, и рядом на прилегающей территории. Итак, первые субботники у нас прошли в минувшие выходные, и представители правительства Рязанской области, и представители администрации города, и депутаты Рязанской городской думы все дружно вышли, что называется, на улицы, в парки, скверы, убирали, люди тоже вышли. Мы за это, наверное, людей должны поблагодарить. Но месячник по благоустройству города – это не только субботники, это еще и ремонт дворов, это и приведение в порядок бордюров, парков, скверов и так далее. О том, какие работы запланированы на этой неделе, мы беседовали с начальником управления благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Валерием Бибко. Давайте сейчас посмотрим репортаж, а потом вернемся обратно в студию. В Рязани 1 апреля начался месячник по благоустройству города. Ремонт дорог – вопрос в этом деле первостепенный. На сегодняшний день уже идут работы по полной замене дорожного покрытия на улицах Соборной и Радищева. Заранее приносим извинения жителям города в связи с неудобством, которое будут доставлять от проведения ремонта. Также уже начали проводить ремонт по улице Рязанской картами и в Карцево – это крок платного путепровода и туда, в район Карцево. Всего у нас будет отремонтировано картами 10 участков дорог. Это планируем и мост на Ленина, это планируем и на Шабулина, съезд с путепровода и в районе Народного бульвара и пересечения Гагарина с Дзержинским и улиц Краснорядского. Работы по укладке асфальта планируется завершить до праздника Победы. Также после зимы активно восстанавливаются парки, скверы и другие зеленые зоны. Работы будут проводиться по всему городу, по зеленым зонам, в парках, скверах, на площадях, по дорогам общего пользования. Работам сейчас уже месячник, хотя начался с 1 апреля. Работы проводим еще раньше. Марафет наводят и на улицах Рязани, моют и красят бордюры, белят деревья, высаживают газоны. Убираем накопленный смет, который у нас зимы уже достаточно много накопились на проезжей части, на тротуаров. Проводим промывку тротуаров, белим деревья, убираем листву, случайный мусор, белим бордюры. Мы проводим целый комплекс мероприятий. В течение всего весеннего и летнего периода будем поддерживать и те вещи, которые не доработали во время месячника, будем дорабатывать. Весна украшает любимую Рязань. Главное теперь поддерживать ее в чистоте. И ответственность эта полностью лежит на нас, горожанах. Ну что же, опять возвращаемся в студию и к теме субботников еще раз, потому что действительно важно, чтобы в работе по облагораживанию города участвовала не только, скажем так, власть, но и рядовые жители. В свою очередь власть должна жителей простимулировать. И тут, насколько я понимаю, предложения имеются. Да, вы действительно правы. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что тот положительный опыт, который был за предыдущие годы наработан в плане проведения вот этих работ благоустройства, он сохранен. В каждом районе создан штаб. В штаб входят представители администрации, представители предприятий, которые находятся на территории района. Вся прилегающая территория, в принципе, на сегодняшний момент разграничена и каждый знает, где надо убирать. Но особенностью проведения Мечника в этом году, наверное, является следующее. Это очень важно отметить. Это то, что с целью привлечения населения, участия населения в этих работах, работа построена на основе Совета в территории. Их у нас 20. И те люди, которые живут непосредственно в районе, непосредственно по месту жительства, они лучше знают проблемы, лучше знают проблемы в местах, где нужно убрать. Мы работу с населением построили так, что все заявки и вопросы, поступающие в Совет Территорию, обрабатываются. Ставится задача перед администрацией обеспечить уборочным инвентарем, землей, посадочным материалом, цветами, кустами. Эти вопросы мы концентрируем в этих 20 Советах Территории. Люди, которые активны и участвуют в их работе, они это видят и они знают, что именно через Совет Территории вот эти работы проводятся, как правило, быстрее, централизованнее и результат получается быстрее. Но еще одной особенностью, наверное, хотелось бы об этом тоже сказать и нужно сказать. Глава администрации города Рязани объявил конкурс на проведение, в период проведения Мечни, конкурс между управляющими организациями на лучшее проведение работ, на лучшее качество проведения работ. Эта сумма выигрыша на сегодняшний момент обозначена 350 тысяч рублей, как главный приз. Управляющие компании об этом знают, постановление подписано и управляющие компании включились в эту работу. Просьба к жителям просто выйти, помочь также управляющим компаниям своим навести порядок на месте своего проживания. Кроме того, конкурс объявлен среди органов территориального общественного соуправления, так называемых ТОСов. Также они об этом знают. Объявлен приз, призовой фонд, скажем так, лучший ТОС, который наведет порядок на своей территории, будет поощрен в сумме 100 тысяч рублей. По сути, конкурс на самый чистый резинский двор, на самую чистую резинскую территорию. По сути, да. На самом деле, очень неплохие денежные средства и для управляющих компаний, и для ТОСов, Советов территории. То есть, можно рассмотреть вопросы, чтобы на эти денежки, я не знаю, какую-то детскую площадочку поставить где-то во дворе, где особо нужна. Какие-то, может быть, элементы детской площадки, может быть, закупить что-то необходимое для нужда двора, территории, опять же, управляющей организации. То есть, стимул на самом деле очень хороший. В этом и заключается вся изюминка, и особенно, как правильно вы сказали, что мы просим население не только выйти и принять участие в работах полуустройства. Давайте так вот, действительно, сказали, субботник, может быть, слово такое, немножко устаревшее. Не обязательно работать в субботу. Пожалуйста, в среду, в четверг вышли, организовались во дворе. Единственная просьба, наверное, после того, как будут проведены работы, позвоните в Совет территории свой или позвоните в штаб района, позвоните в наше управление по телефону 95-69-15. Скажите, что есть мешки с мусором, собраны, мы подошлем технику, людей, все это уберем. 95-69-15. Да, да, вот это вот именно совместная работа нашей администрации, населения. И действительно, вот эти вот деньги, которые являются как бы призовым фондом, население непосредственно само потом решит, куда его потратить. Или на детскую площадку, или на спортивную оборудование, или на иные какие-то цели, но оно само решает. Вот это, наверное, нас объединяет совместная работа, совместная работа на территории. Александр Борисович, а вот у вас достаточно большое количество людей все-таки не объединены, ни в ТОСы, может быть, не активно участвуют в работе в Совете территории, но тем не менее, вот сейчас смотрят нашу программу и говорят, хотим выйти, хотим поучаствовать. А вот куда можно обратиться за инвентарем? Куда можно обратиться за какими-то там, я не знаю, мешками, перчатками, граблями? И куда, наконец, можно обратиться, чтобы мусор вывезли? Вот есть какой-то, какой-то единый такой горячий телефон благоустройства сейчас? Единый горячий телефон благоустройства, я его уже назвал, это 95-69-15 или 95-69-16. Вот, пожалуйста, по нему звоните, и звонки уже поступают, вот перед передачей буквально мы получили звонок, заказали жителям Дашку-Песочную мешки для сбора мусора, вот мешки туда повезли. Вот, это вот горячий телефон, звоните, а остальные вопросы уже технические, мы решим их через Советы территории вместе с жителями. Ну, что ж, благодарю вас, надеюсь, что в ближайшую неделю, действительно, к празднику Светлого Христового Воскресения Рязани удастся привести в порядок, и уже 9 мая, наши любимые майские праздники, мы будем встречать действительно в чистом, светлом и опрятном городе. Мне бы хотелось пригласить жителей города Рязани, еще раз пригласить на проведение вот этих работ по благоустройству, обращаться к председателю Совета многоквартирных домов, к председателям ТСЖ. Если есть какие-то другие проблемы, обращайтесь в управляющие организации, к нам обращайтесь. Хотелось бы, чтобы Мечник в этом году прошел на таком высоком уровне, чтобы об этом заговорили, как минимум, в Центральном федеральном округе. И мы должны, наверное, самое главное понимать, что никакая власть, ни кто-то другой со стороны не наведет так порядок во дворе, не наведет порядок на той территории, где мы проживаем, как мы сами. Мы сами мусорим, и мы, наверное, сами должны убирать. Ну что ж, спасибо, Александр Кулаев, начальник городского управления по работе с населением на территории, был сегодня гостем программы «Лицом к городу». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова